Еще раз, меня зовут тоже Роман, педагог-организатор, сейшпол 179, Крунский Рэй. Второй вопрос был схема взаимодействия, насколько мы поняли, действительно, и в выявлении данных групп риска, и в работе профилактической. Мы пытались распространить идеальную схему, которая бы в идеале хотелось бы, чтобы она действительно так работала. К сожалению, не всегда так получать. Но обязательно, в первую очередь, это же само учреждение образования. Школа, гимназия, от тех же самых пинов, никто не застрахован от различных групп риска, независимо, это школа, гимназия. Взаимодействия в схеме обязательно должны быть включены в Центр Дружесного Отношения к Молодежи, потому что этот проект создавался действительно для молодежи, для школьников, и создавался проект ЦЗМ, Центр Дружесного Отношения, они по-разному могут называться, особенно в регионах, именно создавался, чтобы взаимодействовать с учреждением образования. Но обязательно общественная организация, в данном случае это вилоскосоциация клубов ЮНЕСКО, потому что на самом деле, в моем понимании, это организация, которая наиболее активно позиционирует себя и более активно работает в данной сфере. Почему общественная организация? Потому что те же самые проекты ДМ именно вышел из общественных организаций. И, к сожалению, к сожалению, у нас так получается, что многие действительно классные, хорошие проекты и по профилактике здорового жизни, и по работе с различным крупным риском, появляются, не идут не сверху, к сожалению, а идут от общественных организаций. Эти дороги, это действительно взаимодействие, они двухсторонние, они могут быть 600-полосные, но должно быть взаимодействие. То есть школа взаимодействует с ДМ, СДМ со школой, то же самое с общественной организацией, общественная организация со школой или с гимназией. То же самое. Про схему включения, наверное, след в первую очередь, ну, это же работа, в первую очередь, опять же, те же элементарные какие-то лекции, семинары, посещение школьниками, обучающих каких-то занятий в СДМ. Хотелось бы, чтобы, например, роль общественной организации была следующей. Можно действительно создать, например, в каждой школе существует определенный волонтерский отряд. К сожалению, в нашей системе учреждения образования получалось так, что волонтерские отряды создавались или получили такую цель только в основном какие-то там трудовое воспитание, в первую очередь. Или там обычно мы про эти отряды вспоминаем тогда, когда существуют какие-то наши общегородские, саблазминские акции. Там карандаш, наша забота ветеранов. Но я знаю даже по себе, учащаясь студенчеством, когда был студентом, работая в волонтерском отряде, когда университета, существует категория то же самое школьников, которые готовы помогать ветеранам, а которые готовы заниматься той же профилактикой здорового образа жизни. Вот для этого и появился проект РАН обучает РАН. И было бы очень хорошо, если бы общественные организации вместе с ЭДМами проводили какие-то такие обучающие, они проводят, и проводили бы дальше такие обучающие семинары, куда бы мы могли направить своих школьников, которые у нас учатся на данном программе. И дальше приходят и проводят тот же тренинг или тоже мини-занятие в школе по профилактике здорового жизни. Потому что, ну, не секрет, что, несмотря на многие школьники, они никогда не откроются нам, какой бы мы авторитет не имели. А другое дело, когда школьник общается со своим же сверстником до его возраста, он может ему открыться, он воспринимает даже слова совсем по-другому. Это и есть же суть проекта РАН обучает РАН. И еще вот мы бы написали сюда участники-волонтеры, учащиеся в педагоге. Очень хотелось бы, чтобы в данный проект включались педагоги, не только молодые, но и те, кто же работает долго-долго в общем системе образования, которые имеют большой авторитет. Ну, наверное, все. Продолжение следует...